Вспоминаю замечательный анекдот, который недавно появился, я его раньше не знал, хотя про стародавние времена. В Москве в эпоху дефицита, где-то в конце 70-х, объявили распродажу в Елисеевском. Ну, дело в том, что проходил какой-то международный фестиваль, надо было выпендриться перед иностранцами, как-то показать, что у нас все доступно, и объявили, значит, что идет распродажа черной икры по 40 копеек за килограмм. Народ собрался, все, иностранцы мимо проходят, черная икра по 40 копеек за килограмм, все. Значит, стоит очередь, ждет, зима, холодно, стоит очередь, ждет, выходит директор Елисеевского магазина. Говорит, товарищи, скоро начнется распродажа икра по 40 копеек за килограмм. Сюда, да, мы ждем. Ждите, шел. Иностранцев некоторые, о, действительно. Прошло два часа, опять выходит директор Елисеевского магазина, говорит, товарищи, Ввиду дефицитности товара, принято решение, что не для всех будет проходить распродажа. Поэтому просьба к евреям покинуть очередь. Ну, евреи, ну что делать? Мы покидаем очередь. Им в загонку. Правильно, жрите свою фаршированную рыбу. Что вы тут стоите? Ну, еще два часа, пока не начинается распродажа, выходит опять директор Елисеевского магазина, говорит, товарищ! Ввиду беспрецедентности распродажи, принято решение, что икра будет продаваться только партийным. Всех беспартийных просьба покинуть очередь. Ну, беспартийные, ну что делать? Пошли. Правильно, космополитные, все. Все уже так замерзли хорошо, уже ближе к вечеру дело идет, пока распродажа не начинается, уже иностранцев-то нету. Вокруг выходит директор Елисеевского магазина, говорит, товарищи! Принято решение сократить число счастливчиков, поэтому черная икра будет продаваться только ветеранам войны. Ну, хорошо, остались одни ветераны, где-то к 7 вечера, выходит директор Елисеевского магазина, говорит, товарищи! Из-за беспрецедентности распродажи принято решение, что икра будет продаваться только ветеранам гражданской войны. В итоге к 10 вечера остается один человек, уже изрядно подмерзший, ветеран гражданской войны. Вот, он к нему выходит, говорит, дед, пойдем, пойдем. Заводит его в подсобку, дед, на, выпей водочки. Ну, тот выпил, дед, ну ты пойми, ну нет никакой икры, ни по 40 копеек, ни по 60, ее вообще нету. Ну, просто неудобно, надо было иностранцам показать, понимаешь, дед. Он говорит, я все понимаю, сынок, ну что ты, я же понимаю, в какой стране я живу. У меня вообще никаких претензий. У меня только один вопрос. Почему евреев первыми отпустили?